В Башкортостане в этом году сдадут в эксплуатацию 12 школ и приступят к ремонту еще 31 в рамках президентской программы модернизации. Об этом стало известно на пленарной сессии Минпросвещения России в Москве. Совещание состоялось в ВДНХ в рамках форума «Россия». По словам Радия Хабирова, в республике за 5 лет действия программы модернизации отремонтировали 140 школ и гимназий. Ежегодно на эти цели федеральный центр предоставляет до 7 миллиардов рублей. По объему выделяемых средств Башкортостан находится на третьем месте в стране. А по количеству сданных после ремонта объектов на первом. Благодарность руководству республики за активное участие в программе выразила вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова. Порядка 60% этих денег идут на сельские школы. Мы бы так вот не сделали вот такой рывок. Поэтому все-таки помимо содержательной части есть уже еще создание инфраструктуры. Новые школы, новые здания, новые пищеблоки, новая спортивная составляющая. Поэтому, собственно, нас поэтому сегодня сюда и пригласили, как флагманов нашей республики. Потому что мы, правда, эти пять лет очень плотно на эту тему поработали. По данным регионального Минобранауки, помимо капитального ремонта, в школы закупают современное оборудование. Интерактивные доски, учебную профессиональную технику для уроков химии и физики. Обновляют библиотечные фонды. Особое внимание обращают на школы райцентров и сел. Только в этом году мы планируем до конца года вести 12 школ. В этом же году мы приступаем к ремонту 31 школы. Это значит, что программы, которые были инициированы президентом и правительством, будут продолжены в нашей республике. И мы останемся лидерами. Система образования Башкортостана – одна из крупнейших в стране. Только в школах обучаются порядка 519 тысяч человек. За последние пять лет построили 44 учебных заведения и 65 детских садов.